Минфин Беларуси в 2023 прогнозирует рост оплаты труда. Более 2 миллиардов рублей направят бюджетникам, без учета госслужащих и военных. На 10% вырастет базовая ставка, а целевые выплаты и надбавки прирастут наполовину. Средняя зарплата в августе этого года – 1665,5 рублей. В ближайшие дни в стране ожидается сильный туман. ГАИ призывает водителей не превышать скорость и не нарушать правила обгона, соблюдать дистанцию. При вынужденной остановке съезжать на обочину и обязательно включать аварийную сигнализацию. При выходе из машины надевать светоотражающие жилеты. Нотариальные конторы и бюро в рамках республиканской акции, приуроченной ко дню пожилого человека, проведут бесплатные консультации 30 сентября. Специалисты ответят на вопросы, которые касаются оформления наследственных прав, составления завещаний и отчуждения недвижимости. Обратиться за юридической помощью могут пенсионеры и инвалиды. В Бобруйске включают отопление в жилищном фонде, общежитиях, банях и театре. Соответствующее решение подписал председатель горисполкома. Чтобы наладить бесперебойную работу систем, специалистам может понадобиться 10 календарных дней с момента включения. В Бобруйске правоохранители обнаружили около 5 тонн опасного алкоголя, подозрительную жидкость в канистрах перевозил местный житель. Не исключено, что товар предназначался для продажи. Всего в фуре мужчина вез 700 емкостей со спиртом сомнительного происхождения.